Всем привет, мои дорогие! Я, наверное, начну свой кулинарный влог, потому что вы любите смотреть, когда я готовлю, а я люблю готовить и люблю кушать, буду готовить на камеру. Такие обычные простые рецепты, домашние рецепты, которые могут все повторить, да, любая хозяйка, если даже она не любит готовить, не умеет готовить, она может повторить мои рецепты, и я думаю, что у неё получится. Сегодня буду готовить, как же это блюдо называется, чахахбили по-грузински. Это национальное грузинское блюдо. Вы знаете, я, по-моему, чахахбили готовила один раз, что ли, в своей жизни, или два раза, то есть я это блюдо не часто готовлю, поэтому решила сегодня приготовить. У меня есть половинка курицы. Я, когда готовлю чахахбили, всегда снимаю кожицу с курицы, поэтому давайте я вам покажу, как я буду готовить это блюдо, а вы потом уже посмотрите, что же я ещё готовлю у себя на кухне. У меня есть вот такая курица. Это половинка курицы. Это, получается, нижняя, да, часть, или, как сказать, это... Даже не знаю, как назвать эту часть курицы. Это, наверное, задняя часть, да, курицы. Здесь вот окорочка, немного даже грудки есть. Сейчас я эту курицу разделю на несколько частей. Кожу я сняла, как я уже сказала, да. Мне не нравится кожа в таких блюдах, и мужу, кстати, тоже не нравится. Именно это блюдо я буду готовить вот в таком воке. Кстати, это новый вок, я ещё в нём ничего не готовила. Я буду курицу обжаривать в растительном масле с добавлением сливочного масла. Ну, здесь, наверное, сливочного масла добавила грамм 20 и немножко растительного масла. Вот на такие части я разделила курицу. Вот этот хребет, да, он мне не нужен. Я его оставлю для какого-нибудь супчика. А вот эти вот все кусочки я буду обжаривать до румяной корочки. Я довольно-таки большие кусочки нарезала. Вот видите? Вот так вот я буду обжаривать до румяной корочки. Пока обжаривается курица, я почищу лук. Итак, мои дорогие, я луковицу нарезала. Курочка пока обжаривается. И у меня есть вот такие 4 спелых помидора. Помидорчики небольшие, и нам нужно с них снять кожицу. Для этого я их заливаю кипяточком. Оставляю помидоры в кипятке, наверное, секунд 20-30, а потом их можно чистить, не напрягаясь. Итак, мои дорогие, курочка обжарилась со всех сторон. И я в эту курицу добавляю лук. Весь лук, который я подготовила. И все перемешиваю тщательно. И продолжаю обжаривать уже вместе с курицей. Все это дело. Вот так вот. Вот я начистила помидоры. Сейчас я эти помидоры нарежу. Итак, курица и лук потомились вместе. Сейчас я сюда отправляю нарезанный кубиком помидор. Вот столько помидор у меня получилось. Довольно-таки много. Отправляю все сюда. Перемешиваю. Вот такая красота получается. Я сейчас буду подсаливать. Буду перчить. И добавлю вот такую вот приправу для курицы и индейки. Вообще вот в настоящее, да, чахахбили. Нужно добавлять хмели-сунели. По-моему, так приправа называется. Но у меня такой приправы нет. И вообще вот такую приправу я пробовала. Мне она не очень нравится. Поэтому обойдусь только вот такой вот приправой. Перцем. Тут 4 перца, кстати. Да, 4 перца. И подсолю по вкусу. Я решила вместо приправы хмели-сунели добавить вот такую приправу. Это приправа для шашлыка. Здесь очень много разных-разных трав, приправ. Тут и чеснок, и все-все на свете. Попробуем. Я, кстати, в чахахбили раньше такого не добавляла. Я в свой чахахбили добавлю еще вот такой вот гранатовый соус. Вот так вот он выглядит. Я добавлю вот столичка, немного. А вообще в настоящие чахахбили добавляют соус ткемали, да, который называется сливовый соус. Он тоже такой кисло-сладкий. Такой же, как, в принципе, и гранатовый соус. Вот этот гранатовый соус придаст моему блюду такую вот сладость и чуть-чуть кислинки. Закрываю его крышкой, убавляю огонь и даю потушиться минут 15. Итак, мои дорогие, тем временем, пока курочка тушится, я измельчу вот такое количество зелени. Вы знаете, в настоящее чахахбили, да, грузинское, обязательно добавляют кинзу или кинзу. Я не знаю, как правильно это назвать. Но мы с мужем, да, терпеть не можем запах этой кинзы и вкус тоже не любим. Поэтому я сегодня не буду добавлять кинзу. Я вместо кинзы добавлю базилик. Вот такой вкусный базилик у меня есть. Синенький, да. И добавлю петрушки. Вот такое довольно-таки большое количество. И укропчика. Все это нарежу меленько. И еще измельчу 3 зубчика чеснока. Тоже очень мелко нарублю. И в конце мы добавим все это в наше блюдо. Будет очень вкусно. Курица в соусе уже готова. Сейчас я добавлю чеснок и зелень. И протушу еще минутки 2. Ну вот я добавила всю зелень, чеснок. Я это все перемешаю. И еще протушу, наверное, минутки 2-3. И выключу огонь. И гарниру я к чахагбиле буду подавать картофельное пюре. Сейчас буду чистить картошечку. Пюре у меня готово. Я сегодня, кстати, в картофель не добавляла молока. Обычно я добавляю сливочное масло, немножко молока. Потом это все миксером взбиваю. Сегодня я просто сливочное масло добавила. Тоже получилось, кстати, очень вкусно. Такой сливочный вкус. Сейчас я буду накрывать на стол. Ой, девчонки, это не передать. Я попробовала вот этот вот соус, который получился. Это просто непередаваемый вкус. Я первый раз такой чахагбиле, если честно, пробую. Очень вкусно, очень ароматно. Это, я не знаю, это просто какая-то песня. Вот этот вот соус, да, он такой кисло-сладкий. Такой пряный. В общем, это просто так вкусно, вы не представляете. Наверное, повлиял гранатовый соус, наверное. Я не знаю, но вкус просто божественный, девчонки. Я рассказываю вам, и у меня просто тихут слюни. Я не могу удержаться. Приготовьте по этому рецепту. Это очень быстро, вкусно. И, ну, просто обалденный рецепт получился. Я, конечно, не претендую на то, что это вот классический рецепт чахагбиле. Я просто готовила, как вот хотела, да, по своему вкусу. Но это получилось обалденно, очень вкусно, серьезно, девчонки. Еще одно включение. Сегодня я собираюсь сварить компот из замороженных ягод. Как вы видите, у меня уже в кастрюле замороженная вишня. Черная смородина. Здесь есть еще черноплодная рябина. По-моему, так называется. Но ее здесь немного, потому что я последнюю высыпала. У меня, по-моему, больше нет такой черноплодной рябины. И я немножко добавила калины. Я очень люблю компот с добавлением именно вот такой вот красной калины, замороженной. Дает такой, знаете, вкусный, специфический вкус и аромат. Сейчас я залью в эту большую кастрюлю воды. И поставлю на огонь. Ну вот, мои дорогие, компотик у меня сварился. Он, наверное, у меня варился минут 20. Это точно. Я про него даже забыла. И сейчас я вот такой шумовочкой все ягодки соберу, выловлю. А потом, конечно же, добавлю сюда сахар. Куда же без сахара, да? Потому что я как бы даже не представляю, как можно вот такой компотик. Он получается кисленький, очень насыщенный. Я даже не представляю, как можно без сахара такой компотик пить. Мне кажется, без сахара он невкусный. Поэтому сейчас выловлю вот эти все ягодки. Добавлю сахарок и поставлю компотик остужаться. Компот у меня готов. И сегодня, что я еще готовлю? Я готовлю борщ. Такой будет настоящий борщ со свеколкой, со всеми делами. Ну, вы знаете, наверное, да, как борщ готовить. В принципе, я, может быть, вам кое-что и покажу. И еще сегодня я буду готовить селедку под шубой. Потому что я купила селедку в упаковке, да. Она, по-моему, называется селедка по-царски. Думала, что мне понравится, но нет, не очень мне понравилось. Поэтому я решила из этой селедки сделать вкусный салат. Итак, мои дорогие, еще одно включение специально для моего влога. Компотик остывает. Я уже все здесь подготовила для борща. Все я подготовила, практически все подготовила для салата. Это будет селедка под шубой. Вот, посмотрите, какую я селедку купила в магазине. Вот, видите, селедка в масле по-царски. 400 грамм. Но, знаете, один кусочек только съела, и она мне как-то не очень понравилась. И мне как-то ее, знаете, жалко выбрасывать. Поэтому я решила сделать такой салатик. Может быть, она с салатиком пойдет. Отварила яйца, здесь вот луковица, к селедочке, морковка, свеколка. И здесь я довариваю борщ. Я, когда вот к селедке под шубой отваривала свеколку, для борща тоже одну свеколку отварила, поменьше. И здесь у меня уже обжаривается лук репчатый. Немножко подрумянится. Я добавлю перец. Это болгарский перец, оранжевый сладкий. Морковочку добавлю. И, кстати, кстати, я забыла, сейчас нужно добавить картофель. У меня здесь варится мясной бульон. Здесь и ребрышки, и косточки. Вкусный бульон у меня такой, насыщенный получился. Мы не вегетарианцы, поэтому я варю все на мясном бульончике. Но знаете, наверное, уже последние пару лет я, знаете, как делаю? Сначала минут 15 отвариваю, получается, первый бульон. Сливаю его, мясо все промываю и заново заливаю бульоном, водой, да? И варю уже вот такой вот практически чистый бульон. Почему-то мне кажется, что это правильно. Буду добавлять вот такую томатную пасту. Одну полную столовую ложку, вот такую вот большую. И обжарю вместе с томатной пастой. Потом, когда картофель будет готов, добавлю капустку белокочанную. И в самом конце добавлю свеколку натертую через терку. Но прежде чем добавить свеколку, добавлю пару столовых ложек уксуса. Прямо в бульон, чтобы свеколка не потеряла свой оттенок. Ну все, потом, наверное, с вами салатик сделаем. Может быть, что-нибудь вам и покажу. Здесь у меня лук, морковь и перец болгарский. Все уже готово. Пришло время добавить томатную пасту. Я добавляю вот столько, прям вот полную столовую ложку. И продолжаю обжаривать уже вместе с овощами. У меня картофель уже приготовился. Я, знаете, еще в бульон добавила петсуя, называется маги. Или 5 овощей, или 10 овощей, уже не помню. Видите, какой оттенок красивый получился. И теперь я добавлю сюда белокочанную капусточку. Вот так вот примерно получается. Сейчас вот капуста вместе с картофелем поварится минут 10, наверное. Я капусту долго не варю. Даже не 10, а, наверное, минут 7 поварится. Я добавлю вот эту вот зажарочку. Ну, может быть, вам покажу. И вот уже, кстати, достала уксус. И буду добавлять вот такой вот перец. Здесь 4 перца приправы, да, считается она. И, конечно же, попробую на соль. Подсолю. И когда уже борщ полностью приготовится, я добавлю зелень. Посмотрите, мои дорогие, здесь уже все готово. И капуста, и картофель. Поэтому я сейчас добавлю вот эту вот зажарку, да, поджарку в борщ. Потом добавлю пару столовых ложек уксуса. И потом добавлю уже свеколку. Посмотрите, мне кажется, это уже очень вкусно выглядит. И это действительно очень вкусно. Сейчас я добавлю свеколку. Перемешаю. И дам, наверное, повариться минутки две. Я сейчас попробовала на вкус борщ. Он очень вкусный, девчонки. Это просто божественная еда. И сейчас я буду добавлять сюда зелень. И буквально через секунд 30 отключу огонь. Посмотрите, какой борщ получился. Очень вкусный. И я вот в этой кастрюле уже готовлю не в первый раз. Вы, кстати, у меня спрашивали. Я эту кастрюлю покупала в магазине FISMART. У меня есть видео, где я показываю обзор на свой заказ из этого магазина. Поэтому, если вам интересно, то посмотрите. Хорошая кастрюля. Прям мне понравилась. Прям отличная. Можно в ней жарить, можно тушить. Вот сейчас я варю в ней борщ первый раз. Мне очень нравится. Все, мой борщ готов. Пойдемте делать салатик. Начинаю собирать салат, который называется селедка под шубой. И, кстати говоря, вот так вот я нарезала свою селедочку. Это, знаете, получается такой хитрый способ, да? Потому что селедка уже практически готова. Она тут со специями, без косточек, без кожи. Все прям вот замечательно. Вот столько у меня селедочки получилось. Здесь нет костей. Она такая, знаете, в меру соленая. Ну, нормальная селедочка. Так, первый слой у меня картофель. Я натерла на крупной терке картофель. Сейчас я сделаю небольшую сеточку из майонеза. Как вы понимаете, это салат не ппшный, да? Я использую довольно-таки жирненький майонез. Здесь делала такое отверстие небольшое. И буду делать сеточку из майонеза. А потом добавлю уже селедочку. Распределю хорошенечко, равномерно. Нарубила репчатый лук. Но, вы знаете, немножечко прям вот для вкуса добавлю. Получится вкусно. Сделаю сеточку из майонеза. Майонез стараюсь, знаете, экономить. Ну, в смысле, добавлять немного. Яйца натру тоже на крупной терке. Распределю слой яиц. И также покрою сеточкой из майонеза. Следующий слой это будет морковка. Я что-то сегодня мало морковки отварила. Ну, ладно, пойдет. Можно овощи не варить, а запекать в духовке. Я вот сегодня их отварила. Но пробовала и запекать в духовке. Тоже вкусно получается. Распределила тоненький слой морковки отварной. Я думаю, что этого хватит. И также покрываю сеточкой из майонеза. Тоже, кстати, на крупной терке. Последний слой можно покрыть обильным майонезом. Спасибо большое, что вы посмотрели мое видео. Пишите мне обязательно комментарии. Я очень люблю читать ваши комментарии. Я вас всех очень люблю и по всем скучаю. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok